С чем мы имеем дело? С вполне объяснимыми вывихами весеннего обострения? Или же мы все-таки становимся свидетелями некого системного сбоя в региональной политике? Ну, во-первых, жанрово все эти перечисленные события прошедшей недели, они, конечно, очень разные. И я бы сразу за скобки вывел вот эту историю с поножовщиной и убийством адвоката, потому что это чистый криминал, это конфликт условно даже не групп, а двух людей, какая-то очень примитивная реакция на решение суда. То есть человек проиграл суд и выместил свое недовольство на адвокате, который представлял противоположную сторону. Нет, ну взять человека, нос, посреди дня, на людной улице, зарезать человека, это же ведь попахивает каким-то массовым психозом. Нет, ну это, во-первых, слава богу, не массовый характер носит, но это да, это может быть какой-то индикатор в обществе, на что готовые люди в какой-то крайней ситуации, но я бы все-таки поостерегся здесь обобщать, во-первых, говорить о том, что это носит какой-то... Очевидно, человек там, как бы, ну, перешел грань нормы и прочее, и прочее, то есть, ну, я бы не стал большого внимания этому событию уделять, потому что, ну, периодически у нас кто-нибудь в кого-нибудь стреляет или кто-нибудь в кого-нибудь бьет ножом. А вот другое, то, что было перечислено, вот это интереснее. Ну, вот начнем с конца перечисленного. Вот это вот внезапно возросшее количество уголовных дел, возбужденных Следственным комитетом, там, при содействии ФСБ в отношении чиновников. Ну, во-первых, это последовательная позиция, то есть, мы же помним, что эти уголовные дела возбуждены в тех ведомствах, в которых уже арестованы министры. Ну, то есть, можно предполагать, что это совершенно закономерное продолжение деятельности, то есть, вот они пошли, значит, углубились в документы. И вот, например, в министерстве ЖКХ выявили там недостачу на 113 миллионов, судя по всему, денег. Ну, то есть, это даже не какие-то сделки через контракты. Ну, естественно, возникают вот эти вот уголовные дела. То же самое в министерстве строительства, где, проанализировав работу управления капитального строительства, вот 8 уголовных дел и так далее. То есть, здесь более логичная, наверное, цепочка к тому, что это продолжение вот этой деятельности и, ну, вот, как бы некие результаты, по крайней мере, промежуточные. По крайней мере, то, что дела уже возбуждены, это уже говорит о том, что, ну, как минимум, есть основания предполагать о том, что это случилось. Вот. Ну, дальше, значит, речь идет, ну, уже вот про историю со строителями. Вот тут, вот здесь, наверное, все-таки речь как раз действительно идет о внутренней политике, несмотря на то, что вроде как это экономическая сфера строительства и так далее. Ну, кто-то говорит, что это перераздел строительного рынка, который вот происходит там руками команды Хабирова и вот некоторых участников и некоторых заинтересованных лиц. Кто-то полагает, что это некая попытка наведения порядка среди беспорядка нашего строительства. То есть, ну, наверное, нельзя утверждать, что у нас прям идеальная строительная сфера, которая прям вот как часы работает, все понятные правила, там, справедливые условия, там, прочее, прочее. Наверное, нет. То есть, и при прошлой администрации были большие проблемы с этим, и сейчас. И не только при прошлой, и позапрошлой. Ну, естественно, да. Вообще вот это... Это наше хроническое состояние. Нет, эпидемия точечного строительства, вот, на мой взгляд, началась еще в начале 90-х. Это поздний Зайцев, ранний Федос и Малдинов, когда вот втыкать свечки в городе стало делом выгодным. Вот дело вот в чем. В том, что точечная застройка, она по определению своему рациональна с точки зрения стоимости строительства. Ну, понятно. То есть, значительно выгоднее, удобнее, не надо тащить коммуникации. Не надо строить теплостанции, коммуникация прокладывается, вот такое и другое. Все дороги рядом, детские сады тоже вот-вот. Значит, то есть, с точки зрения логики выгоды капиталиста, это очень, ну, как бы, рациональное решение. С точки зрения того, что каждый глава, каждый новый мэр, приходя на свой пост, начинает декларировать, что он против точечной застройки, а потом, по мере его работы... Втягивается в этот азартный бизнес. Мы видим, что и при нем тоже навтыкали свечек. Так вот, здесь есть один феномен. Во-первых, ну, то, что строители осмелились выступить против решения, значит, региональных и городских властей, этого у нас никогда не было, по крайней мере, в открытую, потому что... Андрей, я бы здесь, может быть, поменял бы формулировку. Не осмелились, у них уже кусок пирога из-за этого рыва. Не осмелились, а уже отчаяния, вот сказать, пошли штурмом. Согласен. Тут, ну, надо понимать, что строители это самые зависимые люди, значит, ну, ввиду того, как они выстроили вот эти взаимоотношения, так как все вот эти решения, разрешения, всевозможные выделения участков, вот эти 1300-е постановления и прочее, прочее, все это очень тонкие материи, завязанные, как правило, на каких-то личных контактах и взаимодействии там с той же самой мэрией, либо с ведомствами, которые это все дело контролируют. Вот для них это большой риск, потому что у них очень дорогое отношение. То есть мы помним примеры многих успешных, там, или, там, в кавычках, или действительно успешных уфимских строителей, которые, ну, действительно, обладали колоссальными административными ресурсами и на этом, собственно, строили успех своего предприятия. Потерять эти взаимоотношения для них большой риск. Хорошо, что им двигает сегодня? Ведь заведомо понятно, что, пойдя против действующей власти не только города, но и республики, они рискуют не одержать победу и потерять, даже, может быть, и без того их шаткое существование в уфимском строительном сегменте. Согласен, да. Это большой риск. И, кроме всего прочего, я так вот, ну, глядя на эту ситуацию, по крайней мере, с Сальховым, я понимаю, что, ну, здесь есть какая-то очень такая эмоциональная реакция, потому что, ну, действительно, его компания никогда не была замечена в каких-то злоупотреблениях, обманах вкладчиков, там, и так далее, и так далее. То есть, когда, с одной стороны, значит, вот министр строительства российский, вернее, вице-премьер, который курирует строительство, Хуснулин, делает практически замечание Хабирову о том, что у нас в республике не преследуются, ну, недобросовестные строители, да, то есть, там, нет уголовных дел, не наказываются эти вот те, кто породил обманутых дольщиков, не взыскиваются с них ущерб, не ищутся их активы. При этом Хабиров, ну, и его команда, или, по крайней мере, так считается, Сальхов, что это они, вот эти вот насильственные действия адресуют тем строителям, которые вообще в этом не задействованы были, никак не нагрешили. Ну, понятно. Это ведь обидно, я понимаю. Хорошо, чтобы, скажем так, вот не углубляться вообще вот именно в проблематику строительного бизнеса на сегодняшний день, скажите, пожалуйста, вот эта борьба, которая возникла, она ведь не спонтанно возникла, это продуманная стратегия, нет? С чьей стороны? Со стороны строителей. Ну, они всего лишь отвечают на то, что с ними происходит. Вот с Носковым приключилась эта история, то есть приезжает глава, и, по сути, своим решением останавливает строительство. Ну, Носков побеждает, судье. Стоп. Но дальше идет реакция Носкова. Что сделал Носков? Носков идет и требует компенсации 750 миллионов. Да, 750 миллионов. Потом он идет в суд и подтверждает свое право на строительство, и суд ему подтверждает, что он имеет право строить, у него все документы в порядке. Вот теперь как ему поступить? Ему воспользоваться добром от суда или все-таки не рисковать портие отношения с властями? Несколько, конечно, сценариев. Ну, зная и понимая немножко модус операнди господина Носкова, я предположу, что он все-таки предпримет попытку найти какой-то компромисс с мэрией и с администрацией Хабирова, но уже несколько из другой позиции. То есть он вообще-то победитель в этой ситуации сейчас. Хорошо ли это или плохо ли это, мы можем рассуждать. То есть я понимаю жителей вот этих окрестных домов, которые сейчас в шоке, которые понимают, что они, ну, как бы вся эта война, она, оказывается, проиграна. И даже Хабиров в ней не смог там серьезного успеха достичь. Хорошо. Вот я вначале предположил, вернее, не предположил, а задал вопрос, с чем мы имеем дело, с весенним обострением или все-таки системным сбоем? Нет, это, скорее всего, некий накопительный эффект от вот этой паузы ковидного вот этого всего локдауна. То есть мы, может быть, некоторые проблемы просто, они не проявлялись, накапливались, увеличивались, значит, собирались и уже дошли до вот какой-то точки кипения. И вот мы сейчас... То есть есть некая системность? Ну, конечно, да. То есть, скорее всего, это некий результат. Ну, например, вот по строителям это результат того взаимодействия, которое выстроила нынешняя власть. Оно очень плохое, неправильное, и вот вам результат. То есть, ну, взбунтовались, начали, значит, конфликтовать. То есть то, что касается там, ну, про отопление тоже примерно та же история, да? То есть все зиму терпели, все обещали, 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 так ни до чего и не договорились в конечном итоге. Интеррау, как говорится, всех послала. И, ну, то есть никаких ведь фундаментальных решений нет по поводу отопления. Есть какие-то разговоры о каком-то пересчете, где неправильно работал счетчик. Вот все, чего добились. А это и так должно было происходить вообще-то. То есть если счетчик работает неправильно, значит, ну, как бы и показания надо пересматривать. Так что это, скорее, накопительный эффект. Это, скорее всего, вот всплеск тех вот, как бы, реакций, которые, ну, должны были наступить. По каким принципам строится политическое закулисье, к примеру, в здании на Тукая В-46? Или эпоха Хамитова и время Хабирова – это разные вещи? Ну, безусловно, разные, потому что и парадигма поменялась, и обстановка в стране иная. То есть она изменилась, условно говоря, если мы возьмем какой-нибудь благополучный 2012 год, да, и вот, условно говоря, там, ну, ладно, 20-е опустим, это какая-то аномалия. То есть, ну, 19-й год, например, да. Абсолютно разные условия в стране, соответственно, и в республике тоже. Сравнивать вот прямо напрямую нельзя. А вот принципы, по которым организовывается внутренняя политика, вот здесь вот более интересный вопрос. В том смысле, что та команда, которая пришла с Хабировым вот в этот блок, ну, во-первых, туда никто не пришел, начнем с этого. То есть кроме Сидякина никого там не было, и потом набрали вот Кельсинбаева-Борданова, да. То есть, ну, простите, тут, как говорится, это, тут уже набирали по объявлениям, называется. Назвать их там какими-то специалистами, ну, даже по исходному опыту, с которым они пришли, вот, безотносительно к их, там, личным качествам, ну, назвать их людьми опытными или людьми, которые понимают, как это, ну, устроено, как это работает, ну, нет никаких оснований. Соответственно, дальше мы переходим вот к вашему вопросу по поводу принципов, на которых они устроят. То есть они, ну, на мой взгляд, субъективный и сторонний взгляд, они строят всю эту политику, на принципе, я начальник, ты дурак. То есть вот то, как обращались с этим, значит, к рултаем башкир, то, как, в общем-то, обошлись с этим признанным экстремистским башкортом, и то, как вот сейчас выстраиваются взаимоотношения с любыми, значит, событиями и процессами в республике, говорит о том, что они всю свою ставку, все свои надежды возлагают исключительно на административный ресурс. То есть мы власть, мы можем, а выясняется, что нет. То есть дело в том, что вот есть такой феномен, например, в администрации главы региона, по сути нет никаких полномочий, ну, то есть вот по уставу, по сути самой организации. Они скорее координаторами должны быть. Они просто номинальные начальники. Да, они координаторами должны быть, инициаторами. И вот до определенного момента, например, даже фигура главы администрации не была столь значимой, как это сейчас принято полагать, и это пошло исключительно только вот с того момента, когда Хабиров стал главой администрации, Муртазы, Рахимова. Вот тогда эта должность резко возросла в цене и в значимости, и, значит, вот во влиянии и так далее. То есть и теперь, например, глава администрации, ну, в общем-то, конкурирует с премьер-министром. То есть так было при Хамитове, и так есть сейчас. А это башкирский тренд или общефедеральная тенденция? Мне сложно судить, потому что я никогда не вдавался в какую-то внутреннюю политику. Вы так не интересовали, как другие регионы поставили работать? Но, насколько мне известно, эта должность, эта позиция несколько более скромно выглядит. У других? Да, в иных регионах, скажем там. Но руководящие персоны в правительстве существенно более весомые имеют, имеют большое и большее значение имеют, чем вот там чиновники администрации. У администрации главы региона есть одна основная задача. Она прописана в уставе организации. Обеспечение деятельности главы. Все. По сути, это некое ассистирование, при том, когда он совершает свои обязанности, исполняет, готовит какие-то выступления, перемещается и так далее. А сейчас у нас на администрацию региона, конечно, возложены избыточные обязанности, по крайней мере номинально. И те ожидаемые результаты, которые хотелось бы видеть, они разочаровывают. То есть, внутренняя политика, это ведь не только выборы, это и взаимодействие между общественными организациями, это выстраивание отношений внутри всевозможных социальных групп, в том числе, например, в конфликтных каких-то моментах тот же Сибай, тоже история с отоплением и прочее, прочее. То есть, казалось бы, например, условно говоря, отоплением должно заниматься МинжКХ. Но это их прямая обязанность, это их сфера деятельности. Но почему-то разъяренные граждане прибывают в администрацию главы, и к ним выбегает зачем-то Прочаковская и Кельсинбаев. И вот они машут ручками и пытаются утихомирить этот топливный отопительный бунт. Вот в этом есть некая уникальность нашего региона. И здесь, конечно, пожалуй, что здесь есть над чем подумать, производя бесконечную реорганизацию наших органов власти. Вот я сейчас слушаю и думаю, а можем ли мы говорить о некой модели двоевластия республики? Конечно, конечно. И хорошо это или плохо? Всегда эти две половинки Белого дома... Нет, ну это и раньше у нас было некое такое негласное противостояние двух половин Белого дома. Но ведь сегодня вообще складывается уникальная ситуация. Там правительство, здесь администрация и оба равноценных игрока с равными возможностями. Ну, при том, что... Так ведь не должно быть, наверное. При том, что функционально, например, тому же руководителю администрации нужно постоянно доказывать, что он имеет право на определенные действия. Ну, на влияние там или здесь и так далее. А тогда как у правительства есть прямые функциональные обязанности, прописанные там в уставных документах ведомства. То есть, ну, условно, МинЖКХ занимается отоплением. И чтобы там, например, господину Сеядякину вступать в переговоры там с Интеррау, например, то есть, ну, ему еще, наверное, доказать, что он имеет право на эти переговоры, да? Беложие федералы могут в неопиных сферах послать просто лесом. Ну, могут сказать, да, ну, извините, у нас вопрос отопления, а не там политических каких-то процессов. Ну, вот к чему? К тому, что это у нас на каком-то понятийном немножко уровне закреплено. Так это хорошо или плохо, что у нас такая ситуация сложилась? Это плохо, это плохо. Плохо, да? Это упоминаем вами частенько вице-премьер Азат Бадранов. Разговор, естественно, с ним шел о планах региональных полосей по слиянию БГУ и УГАТУ. И вот меня лично резонули слова чиновника о том, что у башкирских вузов дословно вот есть функции образовательные, а есть функции научно-исследовательские. Мог, потому-то и нужен тот самый миллиард рублей, который Башкортостан сможет получить от будущего слияния технического и гуманитарного вузов. Вот вы согласны с таким утверждением? Ну, это попытка смешать... Нет, просто я по своей новинке полагал, что в институтах в первую очередь должны давать знания. Ну, нет, нет, конечно. Но в том, что у высших учебных заведений везде в мире, и в том числе в Башкирии, есть две функции, это так, действительно. То есть образовательная и научная. То есть так вот получилось, что... Азамат Галин в одном из своих выступлений, что в каждой кафедре по Нобелевскому лауреату примерно так, да? Ну да, да, наверное. Это был такой лозунг. Но на самом деле, действительно, ну, так сложилось, что вообще-то и исконно, и из древности, и из средних веков было так, что именно университеты и были центром науки развития и прогресса. То есть из них исходили все эти вещи, да, то есть вот первый в мире Болонский университет, он тоже породил, собственно, вот центр науки. Это так. Но господин Борданов, он пытается смешать коричневое с квадратным в том смысле, что он утверждает, что если мы не получим этот миллиард или 7 миллиардов, он уже там запали, значит, у него цифры стали расти, глаза округляться, к тому, что вот если мы не получаем этих денег, то все пропало. Вот этот тезис, я бы подверг сомнению. Нет, не все пропало, тогда вопрос слияния будет неактуальным, я так его понял. Ну да, то есть он все свел к тому, что будет некий конкурс на федеральном уровне, где представят свои проекты разные регионы по слиянию, а денег все равно ограниченное количество, это кто-то его, кто-то убедит федералов в том, что им нужно дать денег и соединить их вузы, а кто-то не убедит. Ну, честно признаться, я вот не могу представить себе хоть маломальски вменяемого чиновника на федеральном уровне, который всерьез будет рассматривать соединение БГУ и УГАТУ, ну хотя бы по причине абсолютно несливаемости этих вузов в жанровом смысле. Ну один это гуманитарный вуз, второй технический. Ну Пушкин ведь еще в Полтаве говорил, что нельзя впрять в одну телевую коня и трепетную лань. Ну вот именно, да, то есть речь идет о том, что здесь предпринимается попытка соединить совершенно несоединимое, так как вообще-то по первому замыслу было объединение БГУ и пединститут, что на самом деле было бы логично, но там они не справились с чисто организационно-техническими аспектами. И пединститут с облегчением, значит, от пост в сторону. Не, ну там, по-моему, соподчиненность вузов все разная. Да, они не смогли преодолеть проблемы взаимодействия с двумя разными, значит, ведомствами, да. Но, казалось бы, мы же все-таки, эти два вуза, они принадлежат не двум разным государствам, не двум разным собственникам там или враждующим группировкам, да, то есть это же в рамках одного государства находится. И если подыскать, ну, некоторое количество слов и аргументов, наверное, можно было бы найти схему объединения БГУ и пединститута. И можно было бы убедить их, вот эти вот, условных их учредителей федеральных, в том, что это необходимо. Андрей, это мы рассуждаем, как было бы в идеале, но, тем не менее, вот сегодня... Ну, а теперь что, давайте объединим, значит, там, школу МВД и мединститут, что ли? Если это удобнее. Теперь в нашем положении нам остается только ждать дальнейшего развития событий. Вот приезды федералов, которые приезжают... Ну, вот я надеюсь, да, на какой-то проблеск разума с той стороны, что они... Вот это выделить, не выделить первоначально миллиард на этот самый... Но я хотел бы поднять еще другую вот эту сторону вот этого вопроса. А что вот вы думаете о массовом переселении студентов БГУ и УГАТУ, если все-таки их сольют в один вуз, в Неблиске, от центра, Демский район Уфы, в том, что будущий камбуз для них соорудят довольно быстро? Я, кстати, не сомневаюсь, потому что есть у нас опыт по строительству ковидных госпиталей из легковозвоимых конструкций. Здесь мы впереди планеты всей, как говорится. А вот насколько при этом возрастет пассажиропоток на утренний въезд в город через злосчастный Бельский мост? Кто-нибудь, интересно, думал или нет? И кому вторая, так сказать, грань этой проблемы? И кому достанутся золотые гектары городских земель близ БГУ и УГАТУ после переселения студентов? Вот не тут ли собака зарыта в земле вуза? Вот почему я так говорю? Потому что в народе циркулирует вот такая версия, что все это задумано только ради того, чтобы вот эти земли кому-то прибрать. Ну, давайте не будем так глубоко уходить в эти теории заговора. Отвечая на ваш вопрос, кто подумал о том, как будет работать транспортная система, отвечаю, никто. Вот об этом они... То есть люди, которые занимаются этим объединением, они так глубоко не копают. Вы же обратили внимание, если слушали эфир Барданова, шла речь только о деньгах. Вот дадут деньги, случится счастье. Дадут деньги, случится счастье. Нам нужны деньги, у нас мало счастья. Мы хотим денег, у нас будет счастье. Вот, собственно, в переводе на русский язык весь его содержание всего его вот этого выступления. То есть вот такой глубины проработки вопроса, а как действительно будут люди перемещаться? Там же ад будет вообще. А ты на этой узкой дороге, которую без конца ремонтируют Демской, и уж я не говорю про мост. Сегодня... Да, это же вот... Но об этом они не думали. Рустам Шайхмедов, экономист, он давно уже криком кричит о том, что Дема дает основной затор на этом Бельском мосту, что надо бы строить параллельно же для Рожного моста другой мост, который бы разгрузил бы. Даже появление нового вот этого микрорайона, по-моему, то ли цветной, он как называется, вот в Деме, да, вот прямо на въезде в Дему стоит огромное количество таких свечек. Да-да-да-да, забыл. Яркий. Яркий, да, яркий, цветной, но какой-то вот такой. Вот появление этого дополнительного микрорайона в Деме сразу же ухудшило эту ситуацию, потому что там резко возросло количество проживающих, естественно, автомобилей. А если мы туда еще пересилим десятки тысяч студентов? Если мы туда 15 тысяч студентов с преподавателями, со всей сервисной сферой, там же не может быть такого, что только... Там же не только проживание было, там же еще какие-то... Конечно, ну, конечно, там появятся магазины. Это же кампус. Да, там появится какая-то сервисная сфера, там кафе, и все равно, значит, люди начнут туда ездить и оттуда ездить. Об этом никто не думал никак вообще. Ну, то есть у них в глазах вот этот вот миллиард или 7 миллиардов, и вот на этом объединении они уже вот придумали, как добиться этого, того самого счастья. А нету здесь такого низменного желания еще и хапануть земельку? Нет, это же все на самом деле будет происходить как пойдет. Вот когда они начнут выселять, условно говоря, с тут городка, там, где он там... Из двух городков, да, например, студентов, или из центра отсюда, вот из этих вот быгушных... Кстати, совсем недавно начали... Ремонтировать, ремонтировать, строить, да. Вот когда они оттуда начнут их веселять, вот тут возникнет еще дополнительный профит, да, то есть, смотрите, освобождаются территории, смотрите, можно снести пару там старых общежитий, построить там... Пару свечек. Пару таких, да, 27-этажных домов там или выше. Это уже дополнительные бонусы, и вот тут уже можно и земелька этой там что-то с ней как-то поделать и прочее. Сам бонус не стал приоритетом вот принятия решения о слиянии. Дело в том, что, да, эти люди, они живут внутри процесса, то есть, нужно, главное, в него ввязаться, а там все равно что-нибудь получится. А по-наполеонски. Да, а там получится. Ввязаться в сражении, а там... Удивительное свойство вот этой истории у нас, что она с самого первого момента получила вот такое противостояние. То есть, вот тех же преподавателей и так далее. То есть, они вот наивно полагали, вот, возвращаясь к вашему первому вопросу, каким образом устроена у нас внутренняя политика. Вот когда они начали этот процесс, исходя из соображений «я начальник, а вы все дураки», вот тут они вдруг получили бонусу. Оказывается, все не так просто. Оказывается, недостаточно было выйти и сказать вопрос решен, как сказал Кельсин Баев. Нет, ну ведь у нас уже был претендент с Куштау. Ведь, по сути дела, ради Фаридовича надо было искать врагов не в других общественных организациях, а поискать в окружении, потому что ведь именно оттуда людей назвали ваххабитами, и поэтому люди, естественная реакция, люди просто обозлились и пошли защищать свою достоинство, в результате защитили гору. К сожалению, уроков из Куштау не извлекли системных. Это еще раз иллюстрирует то, как устроена у нас внутренняя политика. Они не могут, не умеют анализировать. То есть вот получив такую оплеуху тогда, они должны были сесть и подумать, а почему так случилось, а что мы сделали неправильно. Но ведь они же никто не умеет признавать своих ошибок. То есть они же не пришли к Хабирову и не сказали, Радь Фаридович, мы, блин, ошиблись. Вот здесь вот прям, смотрите, вот здесь, здесь и здесь. Вот вы сказали, не умеют, а может быть, не хотят. Не, ну и не хотят, конечно. Потому что, ну как, иначе Кельсенбаев придется, скажет, знаете, я выяснил, что я совсем в этом не разбираюсь. Увольте меня, пожалуйста, и обратно отправьте подметать Ленин Сброев. С другой стороны, я, например, согласен, с вашим предположением все не могут. Сама госпожа Болочев сидит вот на этой высокой должности. Ну, смеились мы уже с тем, что новая команда Хабирова открывает для себя вот нашу терро-инкогниту. Ладно, хоть вот... Вы знаете, я, к сожалению, не смотрел ее эфир, да? Ну, это вообще... Но вот я обращаю внимание на такую тенденцию. Вот были у нас центры помощи малому бизнесу. Вот когда-то там их еще при Хамитове организовали, назывались они там центры, по-моему, содействия малому бизнесу. По всей республике, там в маломальских населенных пунктах они были организованы через тоже этот комитет по поддержке предпринимательства. То есть вот он вот работал. Приходит Хабиров, и у нас появляются, значит, мой бизнес-центры. То есть это то же самое, только с другой вывеской. Понимаете? То есть и вот... Ну, и это преподносится, естественно, как некое достижение победы. Стается галочка, тратится там на это миллиард. Это вот... Коворкинги появляются. Ну, это все было. Это все было, просто не назвать иначе. Они новое название переделывают, да, вот это вот, значит, перебивают вывеску, тратят на это дополнительные деньги и прочее. И у меня складывается ощущение, что в области вот этой всей внешнеэкономической деятельности примерно то же самое происходит. Ну, просто Болчева, видимо, она... Видимо, какой-то случился с ней сеанс саморазоблачения, то есть в том смысле, что вот она, видимо, девушка... Ну, волновалась она во время, во время эфира волновалась. Да, и, может быть, не склонная путать следы, она вот во всем этом призналась. Ну, правда иногда, действительно, вот высказания наших чиновников, они вызывают, ну, там, улыбку, и это было бы смешно, если бы это не было за наш счет. Вот. Вот в чем проблема, да. То есть если человек несет какую-то милую ересь, ну, можно поулыбаться, можно там как-то снисходительно к этому относиться. Но когда это делается за много-много сотен миллионов бюджетных денег, вот это, конечно... И от имени, вроде бы, авторитетного ведомства. Да, и от имени по поручению, как говорится, вот это, конечно, вызывает некую печаль, иногда раздражение, особенно вот в нынешних таких непростых экономических условиях, конечно, вызывает, в общем-то, ну, такое, ну, обоснованное недовольство этим всем. То есть чем вы занимаетесь? У нас, как говорится, это большие проблемы на дворе, а нам рассказывают, что это проблема, там, безработица, это, оказывается, вообще внутреннее движение души самих граждан. Мне вот, кстати, вот говорили люди, что люди, которые работали в свое время с Грифольным, с Колобиным, это матерые спецы, они ведь... Один из них, я насколько знаю, в Париже, другой в Германии работают. Но же можно было с ними связаться, можно было в архиве поднять какие-то наработки. Вот понимание того, что в этих всех областях и вообще в области управления республикой необходимы специалисты, очень медленно, но последовательно все-таки доходит до Хабирова. Вот меня очень порадовало на сегодняшнем совещании, когда он нам объявил, оказывается, что все-таки они наймут некий научный институт для организации транспортной системы в Уфе. Ну, конечно, а кто еще у нас? Но речь идет о том, что... Нет, но у нас же есть свои неглупые люди. Да нет, к сожалению, нет. Вот в этой сфере нет. И вот в чем проблема. Ну, потихоньку они понимают, что придется платить экспертам, если у самих нету квалификации. Только до какой степени абсурда это может дойти? То есть, если, например, какой-нибудь Кельсинбаев профнепригоден, то придется нанять какого-нибудь дополнительного Кельсинбаева. А куда Кельсинбаева действующий? Да, это же ведь... А двоих мы не прокормим. Человек же присел хорошо, хорошие деньги получает. Да, вот я просто говорю, обращаться за помощью к специалистам, это не стыдно, это правильно, потому что ни один человек, ни один руководитель не может обладать всем спектром компетенций. И даже некоторые ведомства иногда нанимают какие-то научные институты, какие-то, значит, аналитические службы и прочее, прочее. Но давайте внимательно посмотрим на компетенции тех, кто этим всем руководит. То есть, все равно получается, вот в ходе нашего сегодняшнего разговора, что мы так или иначе отходим от весеннего обострения и переходим все-таки к этим системным сбоям региональной политики, так? То есть, да, мы пожинаем плоды того, что творилось два с половиной года, если мы говорим о ситуации в общественном пространстве. Если мы говорим об экономике, то мы неизбежно пожинаем плоды вот этого 2020 года, и мы еще их и не начали, в общем-то, ощущать, а скоро ощутим еще в большей степени. Так что, ну, мы на самом деле наблюдаем совершенно объективные процессы. То есть, тут нет никакой аномалии, никаких чудес, и тем более там весенних обострений. Хорошо. Вот в качестве ведущей у него, у нашего Юлия Акшина, Лина Арифулина, которая вот в свое время курировала на Первом канале «Фабрику звезд». И вот на этот местечковый аналог с барского плеча Башкетского Белого дома было выделено 30 миллионов рублей. Вот это и есть тот образец бездарности и блата, о котором говорил Левитас. Как вот вы считаете? Ну, да, безусловно. Причем это еще, как вы правильно подметили, помноженное на нашу местную специфику. То есть, увы, зачастую у нас большое начальство почему-то думает, что оно такое большое, что оно разбирается во всем, в том числе и в искусстве. И вот когда какой-нибудь большой начальник, не имеющий никакого отношения к сфере искусства, любой сфере искусства, живописи или музыки, начинает покровительствовать тому, что ему нравится, вот тут мы видим четкую иллюстрацию уровня его вкуса, уровня его эстетических восприятий и потребностей. То есть, ну вот Хабирову нравится Радик Юлиакшин. Ну, это было бы его частным делом ровно до того момента, пока вот эта симпатия не переросла в крупные денежные транши. Вот как только мы узнали о том, что вот потому, что ему нравится Радик Юлиакшин, он за это ему выдает, значит, 30 миллионов, я не помню точно откуда, там, по-моему, из какого-то резервного фонда. То есть это же... Ну, грант. Вот, видите, вот между тем, вот у нас в республике раскручивается очередную придумку, вот проект АТАЙСАУ, где призывают всех помогать своей малой родине. Ну, вот видите, там я выписал цифру, но я сейчас просто не успеваю, что там люди просят 940 тысяч на издание энциклопедии в своем крае. В Альшейском районе нужны 250 тысяч рублей на ограждение профнастилом кладбища в селе Ташлы. Где-то просят на благоустройство родниками Сегутова. Ну, где-то хотят построить хоккей на коробку в селе Алгин. То есть суммы такие мизерные. И вот тут же мы выделяем 30 миллионов на какой-то, вот, скажем, такой сомнительный проект. Да, это все очень вот контрастирует между собой. То есть когда, вот, еще раз, когда частные пристрастия конкретных чиновников переносятся в сферу бюджетного финансирования, вот в этот момент нужно бить в колокол и говорить, ребят, вы вот дома у себя, пожалуйста, хоть шансон слушайте, хоть Радика Юлья Кшина приглашайте. Ну, частные пристрастия и государственные решения, это совершенно все-таки разные вещи. Вот я про это и говорю, они не должны одно в другое переходить. И вот когда речь заходит об этом вот агрегаторе добрых дел, которые там, вот, самое грандиозное изобретение нашего вот этого внутриполитического блока, это Кельсенбаев придумал, ну, это тоже вызывает улыбку, потому что люди занимались благотворительностью своей малой родине всегда. То есть маломальский успешный бизнесмен, который переехал там из Татышлов в Уфу и, например, тут построил какие-нибудь многоэтажки, заработал себе денег, он, конечно, когда-нибудь вернется в Татышлы и построит там. А Тайсал, по мнению экономистов, все-таки у него нет будущего. Да, конечно, нет. Они взяли и все это сегрегировали на сайт, и теперь все еще себе присвоили. Ну, жалко, что... Ну, глупо это. Жалко, что такой проект добрый от Тайсал, он невозможен из-за того, что у нас, в принципе, вот ходим, побираемся вот на нужные дела. Такие люди руководят, потому что... Тогда вот, знаете, если мы говорим, клиника, лечение, когда-нибудь наступит, вы же мастер прогнозов. В двух словах буквально. В двух словах от времени. Когда начнется излечение от всего этого? Ну, скорее всего, здесь, если медицинскими терминами говорить, то должен пройти кризис. И тогда мы сможем либо вылечиться, либо умереть.